так а еще раз и по-русски соц не выплачивается который тоже создать то есть если физлицу по договору гпх да ну то есть он там приходит и уходит изредка иногда или что-то нам там поставляет или что-то там оказывает допишу файл значит и пешли до выплачивать гпх значит пфр до пфр до пфр до знаете что такое пенсионный фонд россии до фонс федеральный фонд обязательно медицинского страхования до фсс обычный нет и фсс несчастный случай нет то есть в принципе они получается экономит сколько там процентов 36 что от общей ставки ну логично если если год вам не надо платить то вы не платите что-то типа того да на написано то и начислять ну и 100 а начислятка ладно фиксит так значит а фонд социального страхования у нас ребят на что распространяется нет несчастных случаев а вот обычный что это за ставка что он открывает есть так ну конечно всем так платили при беременности и родах содержание рик малолетнего ребенка до скольки то там до больничный так называемый больничный лист а по умному как как называется оплата дней временной нетрудоспособности по листу в листке будет написано не больничный железь да там будет написано листок о временной нетрудоспособности какие валидность санатории ты знаешь сейчас по моему санаторий у нас все они частично кстати санатория может частично может быть в значительной части за счет средств фонда соцстраха там есть по-моему какой-то лимит какой-то лимит то есть вот например работодатели платят платят страховые взносы да потом соответственно работник направлять кстати в определенной санатории нельзя по моему я так понял просто так поехать там в крутушку или там в василию хотя это аккредитованный по ум санаторий у нас такие нельзя поехать не знаю ведомственные санаторий там ржд и чтоб соцстрах оплатил по моему там все таки есть перечень и второе в зависимости от того сколько стоит номер там лечение содержание какое количество дней там есть лимиты то есть нельзя просто взять и поехать в суперлюкс в санаторий васильевском за счет фонда соцстраха скорее всего какая-то часть идет за соцстраха какая-то часть идет сверху за счет работодателя ну понятно работодатель тоже как бы ну какой-то договор с человеком да кому что положено к примеру да и где генералитет там допустим будет отдыхать да а где будет отдыхать рабочий попроще декрет вот это последнее я не понял что за добровольные такие отношения да еще главное не с мужем а с фондом социального страхования да по это ладно там промелькнула кстати такая вещь а блин как же это после нетрудоспособности и чего-то там чего-то чего-то то есть отдыха там не было санаторно-курортного лечения там не было ну это уж понятно то есть работодатель платит для того чтобы у работников формировался фон а про день про день дополнительный то есть вот если же есть так называемый детский день его оплачивать не работодатель а за счет фонда соцстрах ну там много вот этих вот как бы нюансов таких да вот эти там полно там еще в смысле все дети есть но во первых определенного возраста во вторых не знаю надо спросить пользуется такими или нет вещами в принципе ну как бы тоже такой где-то детский день у нас тоже есть это же по гзоту положим один день ну понятно что это не великовозрастный ребенок не 21 года должен быть дошкольник скорее всего ну конечно в школьном да конечно брала чтобы вероника не взяла а вот что точно у нас может быть это у нас может быть накопившиеся дни неиспользованного отпуска частности у тебя вот вот это да 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 вот это да нет все остальные вещи естественно соблюдать так и по моему работнику нельзя определенное количество часов неиспользованного отпуска компенсировать деньгами то есть либо это точно он должен написать я ребят я не хочу в отпуск я хочу деньгами да потому что работодатель не может настаивать да то есть на это требуется человеку отдыхать то есть права соблюдать так это значит у нас по выплатам да а кстати мы с вами неправильную ставку поставили не 32 да ну мы как бы здесь 0 2 как раз зависит типа так выйду ну скажем так наша туристическая деятельность не сильно извините травматичный да и все такое прочее то есть принципе роли я про то что не 32 мы же неправильно с вами поставили какие у нас сейчас ставки страховых взносов комплексные они 32 только суммы 12 тысяч 130 рублей сумма превышающей 12 тысяч 130 рублей у нас с вами 15 и 2 все помнят что это такое в апреле прошлого года вступили в силу так называемые путинские поправки о сниженных страховых взносов для бизнеса для малого среднего бизнеса в связи с самоизоляцией прочими веселыми вещами они продлены на 2021 год полностью по сути они сейчас бессрочные то есть срок их завершения он не установлен они могут быть отменены в любой год но мы об этом узнаем летом или осенью текущего года что со следующего отменены потому что такие вещи отменяются федеральным законом а федеральный закон ухудшающий положение налогоплательщиков должен вступить в силу не ранее чем кто не помнит там по моему как минимум один квартал то есть на следующий налоговый период год да то есть мы должны не скажем если депутаты примут в декабре то они не смогут этот закон распространиться со следующего года он только через год но не не позднее чем за один квартал до наступления очередного налогового периода для определенных видов смотря пока по какому налогу но вот в данном случае будет год нам случае это будет год у разных налогов разные налоговые периоды у страховых взносов и у ндфл налоговый период месяц насколько я понимаю но считаются они с нарастающим до конца года потом обнуляются то есть вот кстати вот этот момент скорее всего налоговый период у страхов износов и ндфл год все-таки то есть он считается нарастающим итогом с момента начала трудовой деятельности или с 1 января текущего года набирает 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 и в конце 12 месяца нарастающий ток обнуляется следующий год опять начинает для чего это считается знаете нет нарастающий ток чтобы нам жизнь совсем не упрощать законодатели еще придумали так называемые предельно допустимые суммы отдельно по пенсионному фонду отдельный по соцстраху у нас заработная плата считается там определенным моментом до 1 ставка как только нарастающий ток достигать определенную сумму другая ставка если он не достигает ну понятно такая же и там вот по соцстраху отдельно по отдельно а еще у нас с вами грозит через какое-то время прогрессивная или регулировать прогрессивная шкала налогового вложения по ндфл соответственно там тоже будет суммироваться вот этот самый ток начислений То есть все начисления будут собираться, если они достигли такой-то суммы, одна ставка, к примеру, а если там, не знаю, 20 миллионов в год, то уже другая ставка, уже не 13% будет, например, а 21 или 40, не знаю. Это прогрессивная шкала. А? С работника будет? С работника? 21%. Ну, не переживай, у нас с тобой зарплаты не такие, чтобы она вступила с прогрессивной шкала. Это так называемое высокое налогоблажение сверхдоходов, это там, я не знаю, председателю РЖД или Почта России или Грефову кому-нибудь грозит, да, то есть когда-нибудь там их десятки миллионов начислят. Вот. Не говоря уже о том, что у нас, по-моему, с этого года сделали 13% НДФЛ суммы доходов по акциям и облигациям в иностранных государствах. Не помнишь такое, Оля? Там же есть у нас офшоры и всякой юрисдикции, да? У нас была отмывка денег там, чтобы капиталы возвращались в Россию, они теперь облагаются там, ну, не по 30%, да, а по 13%. Но всю налоговую базу они показывали. Ну, для этого, чтобы они как раз показывали всю налоговую базу и снизили ставку обложения. Ребята, заводите обратно деньги в Россию. Ну, правда, эксперты говорят, что процесс оттока капитала не прекратился, а только усилился. Там и по инвестициям тоже, так же, по-моему. Сейчас же люди налог на инвестиции совершили, он, по-моему, вклад в этот доход. Налог на инвестиции? А как это будет стимулировать инвестиции? Налог на доход от инвестиций? От недвижимости, наверное, какой-нибудь, да? Или от инвестиций в ценной бумаге? Ну, понятно. У кого сверхдоходы на Форексе, Мороксе и Шмороксе, на биржах этих, скажем так, да, тем да. Ну, да, потому что это не производительные доходы, это не добавленные стоимости, это просто вот, ну, фанбец, скажем так, да. Так, ладно. Значит, с физлицом мы выяснили, что у нас с вами ставка, вот сколько только мы не выяснили, да, раз соцстраха не платится, да, по физическому лицу, посмотришь, Полин, как там у нас? Или Илья посмотрит, у него компьютер открытый рядом. Какая у нас будет ставка? Не 15, наверное, да, а там не 32, а, скажем, 23 или там сколько-то, 26, 26,4, а здесь будет не 15, а, ну, 11, допустим, да, сколько-то. Ладно, это несрочный вопрос, давайте его на домашку потом посмотрим, да. То есть, если соцстрах не платится, пометьте просто себе, если ФСС не платится, сколько будет ставка. Пока будем писать здесь 32 суммы 12, 130 и 15,2 суммы превышающей, да. Давайте попробуем это записать. Так, сюда формулу. Значит, я пока скрою все эти НДС, чтобы они мне здесь не мешались. Так, начисление заработной платы. Вот, обратите внимание, они у нас в двух местах. Они в рамках общей системы на головоображение отдельные, да. А мы смотрим их в разделе упрощенка. Мы их в упрощенке смотрим. Это я все сворачиваю, потому что мы это не платим. При нашей упрощенке такой, да. Так, где у меня? Вот, соответственно, вот здесь мы с вами должны вставить формулу. А формулу мы с вами должны вставить... Пока у нас облагаемой базы нет. И, соответственно, суммы у нас пока нет. Давайте посмотрим, где у нас облагаемая база считается по страховым взносам. Вот это помним, да. Это у нас совокупная ставка по всем трем фондам. И мы ее сюда будем давать. Значит, вот эта ставка будет умножаться на вот эту налоговую базу. Обратите внимание, да. Сейчас мы посмотрим, что это за строка такая, 10.85, куда она нас ведет. Предполагаю, что она где-то вот здесь. 10.85, да? Да, 10.85. Вот она. Это итога начисления все. То есть, как только мы с вами поставим рубль заработной платы. Ну, тысячу здесь, да. Так, вот обратите внимание. Здесь еще делается таким образом. Вот количество работников умножается на месячный оклад. И тогда получается здесь сумма. Ну, давайте одного работника заведем кого-нибудь, да. И дадим ему заработную плату. Ну, допустим, тысяч 15. Поставим, да. Вот я поставил 15. Так, это что? Почему он не взял ее? А? Непонятно. И сейчас нельзя. Почему он не видит ее? Единица есть. Это есть. А, есть у меня подозрение, что я сделал при предыдущей работе вот так, точно. Вот обратите внимание на еще одну такую вещь. Здесь есть автоматические вычисления в Excel. В Altinvest очень важные. У меня сейчас стоит вручную, и все пересчитается у меня только тогда, когда я нажму кнопочку «Произвести пересчет». Все. Обратили внимание, да, на этот секундный момент? Для чего это делается? Для чего вот это вычитать? Иногда бывает очень много таблиц данных, и вы представляете, внесли одну цифру, бам-бам-бам-бам-бам-бам, Excel запустил пересчет. Долго. Внесли еще одну цифру. Это надоедает. Хочется внести сразу несколько цифр, и потом, допустим, произвести пересчет. Особенно это касается больших таблиц данных. Когда у нас с вами будет лист Sense, чувствительность, да, он каждый раз пересчитывает все-все-все-все-все таблицу, это будет долго. Поэтому я убрал. Пусть стоит вручную, да. Так, вот мы поставили 15 тысяч рублей, у нас один человек, вот, да, я синенькие ячейки крашу, вношу, автоматически, заметьте, там везде формулы, они тащат из предыдущих месяцев, то есть, внеся в одном, получаешь в другом. Это, с одной стороны, хорошо для быстрой сборки модели, но плохо в какой ситуации? Когда зарплата плавает, когда, например, там, здесь пятнашка, здесь двадцатка, надо вносить по-другому, да. Это может быть у нас в случае, если у нас плавающая, например, какая-нибудь сдельно-премиальная, или сдельно-прогрессивная, или какая-нибудь другая сдельная заработная плата, да, не окладная. Вот сейчас у нас с вами окладная. Кто скажет, что у нас такое сдельная заработная плата? Полина, скажет? Ну, подожди. По объему, да. То есть, например, для кого это, для каких профессий может быть характерно сдельщина? В производстве, в работе, в работе. Разные. В производстве бывают и повременщики, бывают и сдельщики. Вот, например, там, скажем, если мы берем какого-нибудь тока из фрезеровщика, у него, скорее всего, сдельщина. Ему важно, сколько он деталей как бы сделал, да. А, например, какой-нибудь мастер или наладчик, у него повременка, он отпахал свои 8 часов, и и вперед, да. А если не в производстве, какие могут быть примеры сдельщины? Когда зависит от того, что он сделал. Не от времени, которое он на работе провел, а там уж как его загрузят. А вот от того, что он сделал. Сколько ты говорил, допустим, месяц? Заключил, да. Ну, например, если, допустим, риэлторы. Риэлторы, да. Или там любой, кто занимается продажами, наверное, да. То есть у них может быть, кстати, а может быть комбинированная система, может быть небольшой оклад, а остальное засделанное, да. Мы с вами такую форму обязательно сейчас какую-нибудь зашьем. Я. А? Ну да, да. Ключевые показатели эффективности могут быть зашиты. Давайте мы с вами хотя бы одну форму сделаем. Ну, для себя отметим. Сейчас у нас пока непонятно, как мы от выручки пойдем, и тогда уже понятно будет, к чему привязаться. Мы одного... Да. Вот 10-42, да, это сколько? У нас однерка стоит, где столбец F. Это? 10-42, столбец F. Вот это. И F столбец. А, так. У меня это однерки нет. У меня тоже делается. Хороший вопрос. Точно мы одну и ту же с тобой, да, смотрим? Не знаю, откуда появился. У нас должны быть с вами одинаковые модельки вроде как. У меня она тоже появилась в закладу. Да? Так, давайте сделаем следующим образом. Вот самая правильная формула, это вот она. Давайте мы ее скопируем в эти ячейки, в голубенькие и протащим. Причем протащим только вот до последней ячейки. Обратите внимание. Очень важно. Потому что видите, константы забиты здесь, да? Это не совсем правильно. Лучше, ну, константы могут быть, да? Но лучше формулы. В данном случае лучше формулы. И причем лучше, если формулы, они зависят вот от этого. Сюда единичку добавил, там есть один человек появился. Сюда единичку добавил, здесь один человек получился. Запускаю, пересчет. Там привязанная, где-то с того было. Ты имеешь в виду по этим, да? Ну, долларами. Да, с долларами, это точно. Это точно. Тогда мы сделаем следующим образом. Вот так мы сделаем. Я просто сослался на ячейку, на ту. Просто пока вот так ставлю, да? Чтобы вся следующая, вся следующая, по синенькой включительно, да? Ссылалась на предыдущую, на значение предыдущей. Вот так вот. Странно. Почему так? Что-то я неправильно сделал, да? Вот теперь правильно. Поставим сюда единичку, получили единичку, поставили единичку, получили единичку. Всех так? Что за формула у меня такая интересная здесь стоит? Что-то мы моделировали. Так, сейчас посмотрю пока. 10, 70. А если нет? 758, 758. Что-то не 758. К продажам мы, скорее всего, привязывали. Ну да, к выручке мы привязывали. От реализации товара. Вот какие строчки. Ну ладно. Так, в принципе, такая уж плохая ячейка. Знаете, она, кстати, вот эта формула, что означает? Посмотрите на нее внимательно. Она у меня осталась в строке 10,56. Но у вас, я думаю, тоже она есть там же. Смотрите, если сумма значений 758, от 758 до 758, ну то есть вот это, вот на эту ячейку, да, не равна нулю, не равна нулю. То есть если там, ну, больше нуля, даже 0,5 или там единица, там или еще сколько-то. Фактически это означает, если есть какая-либо выручка, да, отличная от нуля. Вот первая часть формулы, вот это означает. Если есть выручка, если сумма не равна нулю, то мы берем из ячейки B050, B1056. То мы берем вот отсюда. А если 0, то 0. Соответственно, это позволяет нам заложить такую ситуацию, что мы вроде хотим, чтобы у нас вспомогательный персонал был одна единица. Но если у нас нет выручки в этом месяце, у нас и численности нет. С точки зрения житейской, это, ну, довольно странно. Как так? Выручки нет, к примеру, мы не наняли. Обычно в жизни происходит по-другому, да? Это чтобы было договор? Да. Ну да. То есть мы сейчас как бы моделируем, но понятно, что в жизни будет происходить по-другому. Когда мы понимаем, что начинаются контракты, мы заблаговременно ищем на рынке труда человека, обучаем его, и потом он вступает в обязанности, да? Но с точки зрения планирования так, в принципе, делать можно. То есть, например, мы предполагаем, что первые три месяца мы курим, и только в апреле мы начинаем сдавать наш глэмпинг. Понятно, что мы в январе, феврале, марте или когда-то там в декабре ищем этого человека, но дата заключения трудового договора с ним, точнее не так, не дата заключения трудового договора, мы можем заключить с человеком вообще трудовой договора с 1 декабря, но в нем пропишем, что он приступает к своим должностным обязанностям 1 апреля. Мы так можем делать. Трудовое законодательство это допускает, да? То есть, например, мы пока учим человека, но зарплатную плату ему не начисляем, потому что он там, скажем, проходит обучение, да? Ну, к примеру, за счет компании или там как-то еще, да? Вот. Вот такая как бы вещь. Так, мы с вами хотели поставить зарплату и посмотреть, как будет начисляться страховые взносы. У нас с вами есть 15 тысяч в фонд зарплаты. Идем в налоги. Идем в налоги. Так, идем в налоги и смотрим, начислилось ли у нас что-нибудь. Да, у нас появилась цифра 5. Ну, если точнее, у нас с вами появилась цифра вот 4,53, которая представляет собой 15 тысяч рублей. Смотрите, облагаемая база. Помните, разбирали базу налогообложения, да? Вот она у нас появилась. База налогообложения – это начисленный фонд заработной платы. Не скажу, что оклад, потому что может быть оклад, премия, постоянная переменная часть может быть, да? Вот, начисленный фонд заработной платы. Теперь обратите внимание на одну интересную вещь. Независимо от того, что работодатель удержит из этих 15 тысяч НДФЛ с работника, страховые взносы начисляются на ту же самую базу. Вот это то, что в России встречается на каждом шагу. Одна и та же налогооблагаемая база для разных налогов. Мы платим несколько разных налогов с одной базой. И НДФЛ платится с 15, и страховые взносы тоже платятся с 15. Вот с этой разницей. По-хорошему было бы сперва, наверное, очистить от НДФЛ, отдать бюджет и только на разницу начислять страховые взносы. Но нет. Ну, понятно. Понятно. Потом в дальнейшем вы увидите, что у нас НДС, налог на прибыль и страховые взносы тоже начисляются на одну и ту же базу. Мы с одной и той же базы платим три разных вида налога. И потом вы мне скажете, с какой. У нас двойное и тройное налогоблажение идет во многих случаях. Богатая страна. Так. С какого объекта мы платим три разных вида налогов сборов? Ну, точнее, пять. Ну, три. С какого объекта налогоблажения мы платим три разных этих. А с какого два мы с вами разберем, когда на общую систему вдруг смоделируем и захотим наш глэмпинг перевести на НДС и посмотрим, как происходит налогоблажение в этом случае. Так. Теперь, смотрите, наша задача с вами сейчас сделать правильную формулу. Ставим правильную формулу. Вот эта формула нам уже, наверное, не подойдет. Наверное, не подойдет. Вот, чтобы она ссылалась на эту. Нам надо в каждом месяце забить правильную формулу. Делаем, значит, равно, там, 0,302. Что такое 0,302? Математически. 0,30. 0,30. 0,30. 0,30, да? Умножаем на 12 и 3. 13. Вот так. На 12 и 130. У нас же в тысячах рублей. плюс из вот этого мы вычитаем 12,130. Скобочку обязательно поставить. Иначе у нас порядок действий может нарушиться. Умножаем на 0,502. Всем понятно, что я сделал? Каков порядок действий будет в этой формуле? Давай, Полина, ты. Ну, сначала скобки, потом умножение. Оба умножения и потом уже сложение, да? Да. Логика такая, что то, что в скобках, и знак умножения имеет приоритет перед, умножение и деление имеет приоритет перед сложением и вычитанием. Это не только Excel принцип, не только математики, но и программирование. То есть вот здесь в соответствии с этой логикой сделано. Вот зараза. А теперь мы сейчас с вами посмотрим, да? Как это дело сделать. Формулу я не успел записать. Там что-то неправильное с формулами. Да? Там 400% не будет. Ну да. А знаете почему? Потому что не в процент эту формулу надо загонять. Ее надо загонять в расчет самой суммы страховой взносов. Я формулу написал не для расчета процентов, а для расчета страховых взносов. Либо нам надо посчитать средневзвешенную ставку, но это, честно говоря, ну такая вещь. Очень от лукавого. Мы сейчас по-другому. Так, как снимается защита с места? Параметры проекта. Изменить отображение. Защита проекта. Галочку снять. И теперь очень-очень осторожно. Лучше формулу поставить, которая нам нужна. И снова защиту поставить. Вот этих самых лечей. Возвращаемся в налоги. Делаем еще раз это упражнение. Так, хорошо. Но в этой формуле я сам сейчас обнаружил ошибку, которую сам писал. Кто мне скажет какую? Было так, что от 12 130 рублей мы начисляем 32 страховых взносов, а сумму, превышающую разницу, мы начисляем 15 02. 15 02. Такую ошибку я сделал. Нам надо сюда забить формулу расчета страховых взносов. Ну, то есть, вот у нас облагаемая база. Там надо было сухарь сделать. Наверное. За 15. Наверное. Я сделал. Я из этой суммы, из 15 вычитал 12 130 и только эту разницу облагал 15 02. Так, а ошибка в чем была? Нет мыслей? Я поставил 32 с 12 130 и не сверил, а мы в этом месяце вообще заработную плату выплачиваем. У меня могло здесь оказаться не 15 000, а 0. И у меня все равно шли бы страховые взносы 32 с 12 без учета сравнения. По правильному вот сюда формулу надо написать такую. Если это больше или равно 12 130, то тогда 12 130 на 30% плюс разница на 15%. Иначе 0. Иначе у нас минуса пойдут скорее всего. Например, если мы начислили здесь 7 000 рублей, а не иначе 0. Если мы начислили здесь сумму меньше чем 12 000, ну допустим 7 000, да? Мы 7 000, какую ставку применяем страховый взнос? 0. Почему? Если меньше 12 000, то было 20 000. Там правило гласит так. Суммы, не превышающие 12 130, 30%, суммы, превышающие 12 130, 15%. Да, то есть мы даже если начислили 7 000, мы должны 30% от него сделать. По большому формулу, конечно, да. Значит, мы с вами должны сперва написать условие, да? Условие. Пишем. Если. Ставим скобочку. Вот у нас появилось, значит, условие. Первое логическое выражение – это больше или равно 12, 13. Да? Так? Все знают, как знак больше вытаскивают в латинской клавиатуре, в латинской раскладке под символом B. Так, это у нас первая проверка условия. Значит, если у нас сумма начисленная больше, чем 12 000, то тогда мы пишем нашу вот эту формулу, которую я до этого писал. Ставлю точку с запятой, ограничение условия и действия, да? Все пока понимают, о чем я? Да. Лисан? Я надеюсь. Закопалась. Как это делаете? У нас одинаково должно быть. Списывать нехорошо. Не понимаешь, да? Ну, смотри. Надо, чтобы… Даже важнее не то, чтобы я написал, а важно, чтобы мы сейчас все поняли. Лучше мы на это потратим время. Смотри. Начислили мы 7 000 рублей. Да? Мы должны заплатить 30 процентов. Ну, 32, да? Сумма 7 000 рублей. Значит, если значение ячейки F226 меньше, чем 12 130, то мы начисляем значение ячейки 226 умноженное на 30 и 2. А если нет, если оно больше, то значит, мы с 12 130 начисляем 30 процентов, а с разницей превышающей 12 130 начисляем 15 процентов. Вот наши основные условия. Еще раз? Сейчас Илья объяснит. А я пока попробую формулу написать. Значит, вот в ситуации, когда у нас больше, то есть мы явно начислили больше, чем 12 000, то тогда мы 12 130 умножаем на 0 302 плюс... Плюс... На 0 12? 12? Сколько? 12? Нет. Я пока с минималки беру 32. И сейчас буду писать часть формулы, которая сумма превышающей минималку. А с минимальной берете? А с выше же? Да-да-да. Теперь, значит, беру вот это. Минус 12 130. Замыкаю это в скобки, как мы первый раз писали. И умножаю это на 0,152. Ставлю кавычку. А иначе это просто умножается на 0,302. Бумс. Сейчас я раскрою формулу, потому что она получилась большая. Вот давайте посмотрим, правильно ли я посчитал. Берем условие, когда у нас начислено 7 000 рублей. Да? То есть явно меньше, чем 12 130. Вот это условие сравнения. Что говорит нам? Ну что, если больше? Вот, смотри, вот проверка вот этого условия даст какой результат? Ну, может, истинный или ложь. Вот в данном случае какой, если у нас 7 000 стоит в ячейке? А, 7 000? Да, да. Ложь. Оно даст нам 0. Значит, вот эта первая часть после точки с запятой не выполняется, а выполняется вот эта. И мы с тобой получаем 30% от 7 000. Мы сейчас это проверим. Давайте. Проверяем формулу. Моделируем. Даже не буду туда в зарплату ходить. Сейчас прямо здесь это сделаю. Ставлю 7 000 рублей. И делаю пересчет. Вон пересчет. Так, дай-ка я все-таки верну, наверное, этот. Автомат ставлю. Вот. Правильно я посчиталась у меня? Похоже, что это будет 2 000 рублей, да? 30% от 7. Так. Так. Теперь, если я подставляю себя 12, 130. Сколько у нас должно посчитаться? Ну, 32, 12, да? Вручную проверяем. 3, 663. Похоже? Похоже. И в том случае, если мы начисляем, ну, допустим, давайте посчитаем 15, 130, да? Сейчас. 15, 130. Чтоб нам проще было посчитать разницу с вами, да? Вот. Загнал сюда 15, 130. Так. В случае 15, 130 мы с вами 12, 130 умножаем на 0,302 в память кладу. Наши самые 3, 600. И сумма превышающей... А сколько у нас превышает? Ровно 3 000 рублей, да? 3 000 рублей ровно умножаем на 0,152. Равно и кладу в память. 4, 119. Вроде как ажур. 4, 119. Ну да. Сейчас проверю. Вот. Все. Вот такая вот логика. Теперь я возвращаю формулу на место. Вот эту с ссылочкой. А можно нету формулу, что она очень тяжелая? Давай. Можно ее написать наоборот. Если f226 меньше 12, 130. И просто поменять вот эти аргументы местами. Понимаете, да? После условия, который точка с запятой. Лисан. Лисан. Не работает? Зациклено. Проверяй. Нигде нету там английский. Все? Пошел? Давайте еще раз проговорим, если непонятно. Лисан. Давай. Проговариваем. Смотри, мы сейчас проверили. 15, 8, 15 тысяч. Так. Больше не равно. Минималки. Минималки 12,30. По 12,3 умножаем на 32%. Да. И плюс 15. Из 15 вычитаем 12,30. Так. И это все умножаем на выкоспорство. Писать в качество. 15,2. Ставка наша. А, наставка 12,32. Которая сумма превышающая. И все это складывается с первой части умножения, да? Да. А если мы начислили меньше, чем минималка, то мы с этой суммы просто берем 32. А тут же значение меньше, нет? А вот эта часть формулы, вот эта часть формулы, как только мы в ячейку 226 в объем получим любое значение меньше, чем... Он автоматически применяет второе, да? Да. Равное... Сколько меньше будет. Да. Да. Он автоматически переходит вот на эту часть формулы. И мы это уже смоделировали. Мы забили 7 тысяч и получили 2 тысячи страховый взнос. Так. Это когда это ставка, да, получается? Нет. Мы вообще не используем ячейку 224 теперь. Мы напрямую в обход ставки сделали свою формулу. Можно же это сделать? А нельзя лучше складываться просто. Да. Можно. Тогда просто вот это мы заменяем на вот это. Да? Можно, но не более того. Но не более того. Нет ее у нас нигде. Кроме как в налоговом кодексе, в федеральном законе. Можно, но не более вот так. Потому что больше мы ни на что ее использовать не будем. И, кстати, это хороший на самом деле аргумент. Потому что если вдруг мы с вами выясним, что соцстраха нет, у нас ставка уже будет не 32, а меньше. На завычество соцстраха. И она автоматически пересчитается. Нам осталось делать с вами что? Да. Ну, можно, конечно. Но зачем? Я вообще, честно говоря, ну вот, как бы, раз уж мы здесь ручками вводим формулу, да, то я бы оставил здесь и 302, и 0,15, и 0,20. И обнаружил бы, что если мне надо поменять ставку, я поменял бы, ну, как бы в обеих. Из обоих вычил бы соцстрах, например. Нам осталось, что сейчас с формулой с этой сделкой? Да. Протащить ее туда. Протащили мы ее туда. И, кстати говоря, у нас с вами модель, соответствующая ситуации сегодняшнего дня. Дальше что делаем? Правильно. Вот это мы делаем. Чтобы мы ничего больше не напортачили, да? Чтобы мы только редактировали голубенькие ячейки. Где-то там. А до какого года этот старт применяется? Я уже говорил. 21-го. На сегодняшний момент пока да. Но. А до 21-го это протянулся в формулу? Нет. Мы на самом деле, имея вот налоговый кодекс в этой версии, мы имеем право протянуть на все годы. Нет ни одного закона, который отменял бы эту ставку. Пока мы считаем ее бессрочной. Мы считаем ее бессрочной. Причем там я следил, была такая дурь в апреле прошлого года, в марте, как менялись ставки. То есть сперва они приняли федеральный закон об установке ставки с апреля по декабрь включительно. А потом сделали внесение изменений в налоговый кодекс о том, чтобы она теперь стала бессрочной. Ну то есть там были вот такие вот периоды, да? А потом, когда они уже поняли, ну там давай, дадим челяди возможность этому малому и среднему бизнесу совсем уж не загнуться. Поставим ему 15 процентов там. Причем, как всегда, Путин говорил, давайте сделаем малому бизнесу ставку 15 тысяч, но Кабмин, как всегда, кое-что уточнил. Он поставил 15 процентов с разницей превышающей, а от минималки поставил 30. Я говорю, да. Так. Страховые взносы проверили, да? Давайте проверим НДФЛ. Где у нас считается НДФЛ, кто помнит? Или знает? Или видел? Где у нас НДФЛ? Где у нас ставка, во-первых, НДФЛ? Нету? Это очень легко проверить. Идем в зарплату обратно. Смотрим итоги. Вот, кстати, наше ЕСН, ну, написано здесь ЕСН, раньше назывался единосоциальный налог. Вот это вот все три ставки назывались единосоциальный налог. Потом снова опять стали называться платежами в пенсионную функцию страха и страха. Так, где у нас НДФЛ, а? Вы же как-то через запас, хотите ли? Да, хотел. Где НДФЛ? Я уже забыл. Давайте-ка мы НДФЛ посмотрим с вами в этих... в налогах. А, вот, кстати, раскрывайте раздел строки 2.095. И мы с вами здесь проверим одну очень интересную вещь. Проверим мы, кто как помнит, в какие уровни бюджетов попадают налоги. Налоговую систему уж разделали ее сложной, ее сделали сложной до конца. Кто увидел НДФЛ? Раскрыли раздел? Бюджетная эффективность 2.095. Да, вот, вот она у нас ставка, вот она, оказывается, где? Не там, а вот, оказывается, здесь, да? Кто помнит, что это за налог, каким уровнем введен? Там, это, знаете, на что влияет? Есть несколько разных, как бы, понятий. Одно, куда зачисляется, и другое, законом или там, ну, нормативным документом какого уровня введен. Вот он введен налоговым кодексом, вроде как федеральный, да, как бы налог, там, ну, упомянутый, да? Но, с другой стороны, он хоть и является федеральным налогом, он попадает в бюджеты муниципальных образований, на территории которого, что? 10 и 3. Подожди. На территории которого, что? Мы работаем. Кто? На 4. Какое? 3, 2, 2. Вот такие хитрые, как ответил он. Правильно знаешь, как ответить? Правильно ответить так. На территории которого расположено обособленное подразделение или головная организация. Вот это будет максимально точно. Потому что, как только мы с вами получаем обособленное подразделение где-то еще, знаешь, что такое обособленное подразделение? Да. Организации и. Вот стоит создать нам стационарное рабочее место, ну, к примеру, поставить стол где-то и посадить туда на постоянку сотрудника, это называется обособленное подразделение организации. Если оно находится вне места постоянной дислокации. Теоретически у вас дома тоже обособленное подразделение, как бы, да? Должно быть. Но, во-первых, мы находимся с вами в рамках одного муниципального образования города Казань. И во-второе, у нас это считается, скорее, дистанционной работой. То есть мы временно были отправлены на дистанционную работу, да? Это как бы на домашнюю. Но вот если, например, мы тебя или сам командируем, скажем, в соседнюю республику, и откроем тебе там офис, и ты будешь сидеть консультировать фермеров или это, то мы обязаны будем в налоговую инспекцию сообщить, что у нас открылось обособленное подразделение организации, и там одно стационарное рабочее место. Это означает... А? Это как Ольфия. Ну, например, Ольфия, да. Да, 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 да. Вот. И, соответственно, соответственно... А если мне офис не открываем, она из дома работает? Все равно? Ну, она такая-то работает. У нас офисы уже в челнах нет. Ну, да. Это особенное или не на офис? Нет, это дистанционное рабочее место. Это сотрудник, работающий в дистанционном режиме. А если бы офис в арте или нет, тогда было бы особенное. Да. Вот, например, если бы она сидела в офисе, и мы закрепили ее в договоре, что место ее работы Набережной Челны, деловой центр и так далее, это обособленное подразделение организации было бы. Филиал? Нет. Нет. Филиал представительства регистрируется юридически. В уставе прописывается. У организации есть филиал представительства в городе Набережной Челны. Он проходит регистрацию, получает индивидуальный там ИНН, ОГРН и все такое прочее. Обособленное подразделение не требует регистрации, но требует уведомления. Это означает, что в декларацию по НДФЛ сотрудников мы сразу делим на две части. Одна Казань, другая Челны. И вот Челнинский налоговый получает НДФЛ вот этого самого сотрудника из обособленного подразделения. Она ИПшник у меня? Ну, вроде как, да. Надо у Альбина, кстати, спросить. Надо у Альбина спросить. Да. Ну, да. И по сути, значит, НДФЛ поступает в бюджеты тех муниципальных образований, на территории которых находятся обособленные подразделения или организация, не имеющая обособленных подразделений. Вот так вот максимально точно. Вот. Так, теперь, значит, давайте остальные налоги посмотрим. Налог, теперь то, что, Илья, вот ты говорил. Что там куда делится? Мы когда с муниципальными образованиями, с главами встречались, ну, не помню, когда, в январе что ли было здесь, да, они все как один там говорят о том, у нас, ребята, несправедливое распределение НДФЛ. НДФЛ, который мы собираем у себя на территории, там, на 87 процентов, что ли, уходит в бюджет республики. И только 13 остается нам. Почему нам оставляют так мало налога, собираемого на нашей территории? У нас вообще, говорит, отсутствует бюджет развития как таковой, да? У многих там, у кого-то 60 на 40, у кого-то 70 на 30, у кого-то 50 на 50. Но у всех в основном все забирает республика НДФЛ. Хотя зарабатывают этот налог они. И была такая ситуация, что как-то мне рассказывал один предприниматель, который раньше был руководителем муниципалитета, он говорил, один раз мы решили перевыполнить план по НДФЛ. Пошли к предпринимателю и попросили их заплатить НДФЛ побольше. Ну, там как бы это. Ну и что? Ничего хорошего из этого не вышло. Нам эту сумму, которую мы заплатили, поставили в план. И эти самые подвиги, которые мы там уговаривали всех там, ну или просили кого-то оформить, мы поняли, что мы все это как бы сделали зря и никому это как бы не надо. Все, после этого мы перестали фанатизм этим заниматься, потому что второй раз и третий каждый месяц такие подвиги предпринимательства совершать не будет. Ну, то есть пошли навстречу, там как бы выполнился. Вот. Так. Давайте, значит, у нас, причем здесь мы распределять НДФЛ не будем. По той простой причине, что у нас с вами здесь два уровня бюджета всего. Федеральный и региональный. А региональный так-то делится на бюджет субъекта федерации, да? То есть в данном случае республика у нас субъект федерации. И местный. Вот если бы мы ввели вот сюда третий столбец, да? Местный бюджет, то мы с вами здесь бы написали НДФЛ, например, да? Там 87% бюджет субъекта, 13% там сюда. Или там 60 на 40, или там 70 на 30. Но у нас такого здесь нет. У нас общий территориальный бюджет считается в данном случае, потому что вот они, две градации. Так, НДС. Какой налог? По уровню. И куда поступает? 3 федерального, 17. Путыш. Путыш. Так вот, 24 года. Путыш. НДС поступает 100% в бюджет. Да, в бюджет Российской Федерации. И региону от него ничего не остается. А вот то, о чем ты говоришь, это налог на прибыль. Вот у нас здесь распределение. Как мы распределили его? Непонятно как. Процент, да? Хорошо. Значит, до какого года включительно у нас 3 на 17? До 24. После 24. 2 на 18. Вот возникает вопрос, как нам здесь поставить? Вроде, ну, допустим, мы сейчас, это же ставится очень просто. 18, там, 20-х из 2024 года, да? Правильно? Купим, все. А это у нас единица, соответственно, что осталось? 2,18-ых, это 1,6-ая. Ой, 6. Блин, сейчас, как. 9,10-ых. 9,10, да? И, соответственно, вот они 90%. Вот мы с вами распределили налог на прибыль по ставкам, по распределению, да? Это называется уровни межбюджетного распределения, так, как будет в 25-м году. С 25-го и далее. Соответственно, если мы планируем ближайшие 3 года, мы ставим 17,20-ых идет в бюджет субъекта, а 3,20-ых идет в бюджет федерации. Соответственно, у нас вот другое с вами соотношение. 15 на 85 получилось, да? Всех получилось 15 на 85? Так, начисление на заработную плату. Вот эти наши с вами пенсионный фонд, социальное страхование, ФСС, ФОМС. Куда идут? Здесь правильно? Кстати, налог на прибыль считается федеральным налогом, но распределяется между федерацией и республикой. Ну, регионами, всеми областями, краями, да? Начисление на заработную плату считается федеральными страховыми обязательными взносами. И все идут на 100% в бюджет России. Регионам тоже ничего не остается. Все фонды формируются в Москве. Пенсионный фонд России, федеральный фонд обязательного медицинского страхования, федеральный фонд социального страхования. Но в регионах есть региональное отделение, да? Знаете все? Пенсионный фонд, управление пенсионным фондом по республике Торстан, управление фонда социального страхования по республике Торстан и так далее, и так далее. И есть еще подразделения в городах. Есть соцстрах района или соцстрах города. Ну, например, в Навеждах Челнах свой соцстрах. А в Казани? А, я вам даже больше скажу. В Челнах три соцстраха. Потому что в Челнах три района. А в Казани сколько районов? Сколько соцстрахов? То ли пять, то ли семь. Там, по-моему, еще укрупнялось. Ну, например, есть фахитовский соцстрах, приволжский, советский. Ты в какой соцстрах относишься? Приволжский, наверное. Приволжский. Вот. Так, теперь акцизы. А? Все уже, да? Семнадцать десять. Сегодня разобрали такую головомутную тему. Но, ну, как не разобрали? Вот это? Да. Ну, давайте добьем его до конца. Почему не поймешь? Вот смотри, налог собирается на территории, да? С предприятий. Ну, в данном случае с предприятий. Его собирает налоговая инспекция района. Ну, подведомственная, скажем так. На самом деле ничего он не собирает. Налогоплательщики сами платят. Налогоплательщики только наблюдают, как бы, за этим процессом, да? Нет, я не понимаю. Я по поводу деления. На федеральные, то есть, я не знаю. Ну, а что тут... Что тебе... Где это, кстати говоря, написано? Кто может сказать? В налоговом кодексе? Нет. В бюджетном кодексе. В бюджетном кодексе по каждому налогу идет раскладка, куда он зачисляется. И от региона к региону, кстати, ситуация меняется. Про налог на прибыль НДС все понятно. А вот, скажем, НДФЛ распределение принимается нашими законами. Здесь не федеральными, а нашими законами Республики Тарстан. И решениями чего-то там, чего-то там. Бюджетным кодексом Республики Тарстан, да? То есть, НДФЛ идет в региональный? Большая часть идет в региональный бюджет. И немножко остается в местном. А еще в местном? Муниципальном образовании. Не осматриваются местные? Да, у нас здесь местные не фигурируют. Поэтому мы... Вишен ДФЛ просто стоит у нас и никуда не делится. У меня все в регионах. Ну да. Да, да. Да. Вот смотрите, налог на имущество ставка неправильная. Кто может сказать, как налог на имущество делится? Если я ничего не путаю, 2 на 98. Региональный бюджетный? Нет. Налог на имущество региональный. Он остается в большей части, по-моему, в субъекте. Ну ладно, это мы посмотрим. Это 98, значит, региональный, да? Да. То ли 100, то ли 98. Вот так вот, да. Давайте это посмотрим потом отдельно. Это я не знаю. Это я не знаю. Вмененка и общей нет. Упрощенка куда идет? Куда идет упрощенка? По-моему, нет. Вот, по-моему, надо поставить вот так. По-моему, упрощенка вся идет в территориальный бюджет. К нам. Вот это в домашку возьмите, пожалуйста. Ладно, посмотрите, куда идет упрощенка. В какие бюджеты зачисляются. По-моему, к нам. Иначе бы наши депутаты не регулировали это все. Упрощенка идет к нам. Понятно, что мы еще не знаем про самозанятость. Самозанятых – это вообще отдельная песня. Вот, кстати говоря, много вопросов возникает по так называемым льготным налоговым ставкам. Вот, например, стандартная ставка, когда была 32 страховых взносов. Вот, например, там всякие резиденты особоэкономических зон или эти компании, они уплачивали маленькие ставки. Сейчас 7,6, было 14, у кого-то было 20, у кого-то было 27. И сразу люди, которые предпенсионного возраста, задали вопрос, а мы социальные гарантии, пенсионные гарантии получим в том же самом объеме, как остальные, кто платит по общим ставкам или меньше. Соответственно, государство написало, да, вы получите полный объем социальной гарантии, независимо от того, по какой ставке работодатель у вас платит страховые взносы. Бюджет специально добавляет фондам выпадающие у них доходы. То есть вот есть такая перераспределяющая механизм, да. И еще один вопрос. По самозанятым, с ними пока ничего не понятно. Вот смотрите, сколько мы с вами видели, да, 32 или 15 платятся всякие пенсионные фонды, соцстрахи и медстрахи, а самозанятый, он платит всего 4% и 6, или 6. И у него все туда входит. Все туда входит. Считается. А? Видимо, да. Потому что написано было, считается, что самозанятый застрахован государством точно так же полностью. И вот эти его там 4,6% там разбегаются по бюджетам, по фондам и так далее, и так далее. Но он получает полный объем социальной гарантии. Ну, что скажем. Поживем, увидим. Потому что вот это самый главный вопрос. Я еще помню то время, когда наши бабушки и дедушки, ну не время я помню, а их рассказы, у них были трудодни. У многих трудодни не трансформировались потом в пенсию. Ну, грубо говоря, пенсионеров кинули просто. Кто работал раньше в колхозах, особенно тяжелой работы, поварами там еще что-то, да? Это был первый, скажем так, такой кидок государственный. Второй кидок был, второй кидок был, это была зато уравниловка. То есть всем вроде как, ну вот как-то это, да? Второй кидок был, это переход от уравниловки к индивидуальному персонифицированному учету. Я был один из первых, кто переходил в 98-м году или в 96-м. Мы переходили на индивидуальный персионный учет. Нам заводили лицевые счета. Тогда первый раз появился СНИУС в 96-м году, да? И нам сказали, вот ваше, там все вот пенсии, вот все будет конкретно только по вам, не будет никакой уравниловки. Не будет опять вот такого, что кто-то там работал в торговле всю жизнь, а потом получает пенсию 40, а кто-то горбатился на заводе и получает первую часть 17. Такого не будет никогда. Ну, нам как бы говорили, да? Ну вот, да-да, прошло еще какое-то время, сейчас вообще непонятно, что будет. Сейчас вообще пенсии нет. Вообще пенсии нет. Так что копите ипотеку, сдавайте в аренду, чтобы на старость. Я другого способа что-то накопить и сохранить, честно говоря, в России пока не знаю. Ну, я просто не верю в финансовые рынки, вот эти финансовые инструменты, да? Поэтому единственное, по-моему, что-то как-то, это дать детям нормальное образование, раз. И второе, чтобы у них хотя бы было какое-то жилье несъемное. Вот, пожалуй, единственный вид гарантии таких. Ну ладно, это уже лирика. Все, спасибо за внимание. До новых, как говорится, завтра встреч. Что-то грустное окончание какое-то у нас сегодня, да? А мы еще будем разбирать двойное и тройное налогообложение российское, да? Там еще погрустнеете, наверное. Мне один предприниматель сказал, слушай, Сергей, давай посчитаем, сколько вообще ни дырочка. Я говорю, ну, занимайтесь наркоторговлей, там, маржа ха, как бы хорошая. Он говорит, смешно, конечно, но, блин, в производстве, вот, обратите... Поэтому, блин, большая часть, наверное, бизнеса, с него вынки, да? Совершенно верно. Вот обратите внимание, да, вот... Субтитры сделал DimaTorzok.